Всем привет, друзья! Новый вечерний Морис, и сегодня мы по вашим комментариям, я написал в инстаграмчике, какую тему вы хотите, и вы написали, что вы хотите тему вот такую. Какую, Санек? Как узнать, хорошая у вас генетика или нет? И сегодня мы это обсудим. И сегодня мы обсудим это, и начнем с того, что генетику, ну, не особо легко определить, если вы не занимаетесь. Да, на самом деле, если вы еще не начали качаться, вообще сложно сказать, потому что я реально первый год или полтора делал какие-то там солнышки на турнике, при этом называя это как бы качаться, и поэтому я все время думал, вот какой-то жирный, непонятный, типа у меня говно генетика. А на деле, когда стал уже тягать веса, начало нарастать мясо, и тогда я начал понимать, что не, ну, все-таки генетика не такая плохая, как я думал. Просто, видите, не особо возможно понять, одаренный вы человек генетически, либо не одаренный, если вы не делаете никакую нагрузку. Ну, вы будете примерно выглядеть, ну, возможно, есть, да, такие, ну, теоретические подразделения, эктоморф, мезоморф, эндоморф, но это все точно невозможно судить, ты эктоморф, мезоморф или эндоморф. Просто есть мезоморфы, которые хреново набирают мышцы, у нас есть эктоморфы, которые и сухой, и при этом набирают просто как будто он на стороне. Это зависит от метаболизма, там, все такое, не только там по костям, как многие спрашивают. У меня кости, там, размер запястья, там, не знаю, 15 сантиметров, я чего, эктоморф? Это один из показателей, но, чтобы определить ваш тип телосложения, вы должны судить в общем уровень метаболизма, скорость метаболизма, какие кости, какой размер вообще, ширина ваших плеч, кистей, плеч и так далее. То есть, насколько у вас длинные пальцы, короткие, насколько длинная шея, короткая шея, это все показатели тоже. И невозможно просто определить, там, по какому-то одному показателю. А многие спрашивают, видишь, типа, вот запястье у меня 15 сантиметров, что, эктоморф, и что я вам должен сказать? При этом у вас вот такое вот пузо, 12 лет, и ты понимаешь, что это явный эктоморф. Мы сейчас замерили у Санька запястье 16,5, у меня 14,7, но где-то эктоморф идет от 14 сантиметров запястья до 17, то есть, Саня получается эктоморф, но он далеко не эктоморф, потому что у него, видите, и шея, по сравнению с моей, блин, у него шеи просто нет нафиг, у меня огромнейшая, и она тоньше, у него толстая такая бычья шея, блин. Верх у него очень крепкий такой, у меня тонкий, как видите, плечи у него немного вроде пошире, да, чем у меня. Вот, и такая тема, довольно сложно определить, какой вы тип телосложения, если вы, как бы, не будете знать общую вашу картину. Например, я могу знать себя, потому что у меня очень быстрый метаболизм, я хаваю-хаваю, не набираю, кости очень тонкие, просто очень дрыщавые, длинные пальцы, мне даже врачи говорили, типа, пипец у тебя пальцы длинные, там, это капец, вот, и всякое такое. Ну, как бы, тут видишь, еще зависит то, что ты уже просто прозанимался 10 лет, и, допустим, я прозанимался 5 лет, мы себя знаем. Если вы только начинаете определить реально хорошую, просто многие пишут, прозанимался 2 месяца, он мне пишет, у меня охреновая генетика, откуда ты знаешь? Я тоже первые 2 года думал, что она охреновая, но все равно продолжал тренироваться. То есть, вы в какой-то момент, когда начнется уже серьезная работа с весами, вы начнете, допустим, может, кто-то из вас будет прогрессировать, там возьмете себя и друга, и ваш друг будет прогрессировать 3 раза быстрее, при том, что вы, грубо говоря, едите одно и то же, делаете одно и то же, вы смотрите, выпад за поле жира, а у него чистая мышца. Ну, просто, соответственно, и понимаете. Просто видите, если 2 новичков поставить рядом, например, ну, того же эктоморфа и мезоморфа, то они будут отличаться тупо, потому что эктоморф будет, ну, очень сильно дрыщавым, а мезоморф будет, ну, такой заплывший, как бы, и ты можешь уже примерно визуально сказать, что вот этот заплывший гораздо быстрее наберет мышечную массу, чем дрыщавый. А на деле может все равно оказаться, что... На деле может, но, наверное, 80% ты можешь угадать 100%. Ну, да, ну, да, ну, как бы все равно это очень... У меня был друг, который был просто пипец какой худой ребят, но он добавлял и в руках, и, блин, в ногах везде, он просто рос нереально. А я вообще не рос, при том, что у меня генетика, по идее, должна быть лучше. Да, довольно сложно определить, но общий показатель того, что у вас хорошая генетика, это широкие плечи, это, ну, толстые довольно кисти, потому что если у вас толстые кисти, естественно, на ваши кости может нарасти больше мышц, больше мяса. Если у вас тонкие кости, как у меня, то мало шансов, что у вас огромные мышцы будут, потому что тупо крепежи вот эти сухожилия, да, они не могут вытаскивать вот такие огромные, блин, связки ваши. То же самое с ростом, можно сказать. Если вы реально, там, у вас метр девяносто и выше, или даже там метр восемьдесят пять, это уже очень высокий рост, и в натуражку вам очень сложно набрать, реально большой размер. То есть можно даже взять, допустим, парня метр семьдесят и метр восемьдесят пять, и дать им обоим руку сорок, но у того, кто ниже, она будет выглядеть просто нереально огромной, а у того, кто почти метр девяносто, эти сорок сантиметров будут выглядеть, ну, что-то средненькое такое. Также можно определить, например, по шее. Если шея очень длинная такая, да, то вы явно там не мезоморф и не эндоморф, это эктоморф, потому что у эктоморфов очень длинные конечности руки, ну, и шею тоже можно считать конечностью, потому что они из тела в конец уходят. Вот. И как бы, если у вас шея как у Сани, например, да, то тут, блин, какой эктоморф он? У него коренастое такое телосложение, тут можно понять, что он довольно хорошо набирает массу, да? Так и есть с ним. Ну, да, да. Вот. И если вы мезоморф чистый, то вы должны и набирать хорошо массу, и скидывать. Но не факт, что вы чистый. Чистые телосложения очень редко встречаются, например, чистый эктоморф редко, это пиздец как редко. Чистый мезоморф очень редко. У меня есть друг, да, я тебе показывал, блин, просто чувак почти не занимается, он в офигенной форме, ему можно выступать. Вот это чистый мезоморф. Если он еще заниматься будет, там вообще пипец. Да, но то же самое есть, ребята. Многие не могут поверить, что есть смешанный даже тип, как эндоэктоморф. Эктоморф, это когда вы, грубо говоря, у вас могут быть реально худые ручки, вы можете быть с длинными конечностями, но при этом у вас и живот, и ноги достаточно такие жирные. То есть даже такое может встречаться. А вот если смешанный тип телосложения, то вполне может. Ну, 80%, ребята, это смешанный тип телосложения. Так что вы, просто мне каждый второй пишет, я чистый эктоморф. Да, мне тоже постоянно. И это не имеет значения, ребята. Вы можете быть даже чистыми эктоморфами, но набирать просто как бешеные. Это зависит уже. Вы должны судить о своем типе телосложения уже, когда, во-первых, когда вы совершеннолетние, ну то есть у вас сформировалось все, костная там ткань, мышцы и так далее. И также обязательно нужно учитывать, что если вы хотите определить свой тип телосложения, то вам нужно пройти какой-то определенный срок в тренировках, да? Например, там не две недели вы потренировались, и все, я эктоморф, я не набираю массу. Может, вы просто кушаете плохо, блин. Вам нужно потренироваться хотя бы год, и вы тогда поймете, у вас увеличивается сила, у вас набирается масса, тогда вы точно, возможно, не чистый эктоморф, а кто-нибудь там больше мезоморфный тип телосложения. Потому что эктоморфы не могут большие там веса тягать, песец какие-то большие там по 150 кг, это невозможно просто, если без фарма особенно. Вот, и вот такая тема, в принципе, я думаю, все. Ну да, так что общие советы, просто тренируйтесь подольше, и все-таки растите, конечно. 9 лет определить тип телосложения практически нельзя. Поэтому, ребят, будьте постарше, будет у вас тренировочный стаж большой, тогда уже сможете примерно понять, кто вы. Там обычно дети, знаешь, бывают жирные такие, вырастают друщами просто. У меня наоборот было, я внутри шау разживаю. А я всегда друщом был, я всегда как-то с худым был, и сейчас худо, и тут уже можно 100% судить, что я эктоморфный тип телосложения. Да, Женек тоже был очень худой, а теперь такой. Ну, Женек, видишь, я с ним разговаривал, он говорит, типа, мало хавал, а я говорю, ну, блин, ну вот поэтому худо. Я тоже мало хавал, и ты мало хавал. Ну, в принципе, да, но я и сейчас, я сейчас там много хаваю. Ну, мы в детстве были худые, потом поживили. Ну, вот, друзья, спасибо большое за внимание, подписывайтесь на наши инстаграмчики, подписывайтесь на наш канал, на мой канал, то есть. Как и говорят, знаешь, типа, Саня, у тебя канал отберет уже. Печалька. Ну, и, короче, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok